Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцев! Все, последний облет прошел, зима на носу, и сегодня поговорим на такую важную тему, что же делать со слабыми семьями, как сделать так, чтобы они перезимовали. Итак, поехали! В предыдущих роликах я уже рассказывал, что в этом году была большая проблема с клещом, и семьи очень сильно просели. Кому интересно, посмотрите. Некоторые семьи, скажем так, просели, но не очень. В принципе, там и 8, и 9 рамок. Это, я считаю, такая средняя семья. Неплохо, неплохо. Ну, такие семьи, конечно, сами перезимуют, хорошие, никаких проблем нет. Из-за охлаждения клуб уже ушел вниз, пчелок еле видно. Все, начнутся минусовые температуры, будем утеплять. Холстик, подушку, все как положено. Пока пусть еще начинает по принципам холодной зимовки. Тоже хорошая семейка. Конечно, такие семьи, ничего им делать не надо. Все рамки обсиживают. Все лишние убрал в хранилище из-за составных. Клуб ушел вниз. Все замечательно. А некоторые семьи просели до такой стяги, что и 4 рамки, и 5, и 6. И вот что с этими семьями делать? Потому что в наших северных условиях, когда зима 6-7 месяцев, когда минус 30, минус 40, и пчелы зимуют на улице, такие семьи просто-напросто замерзнут. Да, конечно, в этих условиях можно ничего не делать. И тут вероятность, что семьи вообще выживут или что-то от них останется, равна практически нулю в наших условиях. Вообще, конечно, слабых семей не должно быть на пасеке. От них никакой пользы. В данном случае причина ослабления семей неизвестна. Это были сильные семьи, хорошо поработали на медосборе, но клещ сделал свое плохое дело. Поэтому, конечно, такие семьи есть смысл сохранять. Слабые же совсем семьи, которые объективно по всем причинам всегда были слабые и не развивались, держать на пасеке никакого смысла нет. Конечно, такие вот переходные семьи, где-то 5 с небольшим, 6 рамок, 7. Я уже неоднократно показывал. Такие семьи легко и хорошо, надежно зимуют в сдвоенном уле. Вот если посмотреть, у меня уже такое уле есть. Два наглухо разделенных отсека, у каждого отсека свои литки, и семьи прекрасно зимуют. Все-таки вместе зимовать таким не сильным семьям хорошо. Что же делать с такими семьями, которые просели до 4 и менее рамок? Есть и такие. То, что они отдельно или там даже в совместном уле перезимуют, вероятность практически мала. И такие семьи, ну, можно просто по отдельности все потерять. Но есть другой выход. Можно эти семьи объединить как одну семью. В одном уле с одним литком. Причем, так как у меня матки все помененные, все одного года, я особо не буду даже никаких маток искать, ничего. Просто-напросто одну семью пересаживаю без всякой перегородки рядышком с другой семьей. Причем каких-то особых приемов не надо применять. Сейчас уже погода плюс 5, солнышко, ветер. Все, последний облет прошел. Сейчас пчелы объединяются без каких-либо объединяющих жидкостей, перегородок, газеток. Ничего этого сейчас уже не надо. Просто из одного улья пересаживаем в другой. Даже очень долгое время эти матки две отдельно будут зимовать. Бывали такие случаи, что они в принципе две матки зимовали, как одна семья до самой весны. И весной уже пчелы выберут лучше. Делать мы будем это максимально аккуратно. Да, сейчас уже не летная погода, поэтому с минимальным беспокойством пчел просто берем по 2-3 рамки, ну как у вас получается, и очень аккуратненько из одного улья пересаживаем, переставляем в другой. К тому же работаю по объединению семей, желательно делать заблаговременно. Но поскольку в данной ситуации резкое ослабление семей произошло буквально за последних полмесяца, то я выждал уже, когда пройдет последний облет, и уже по факту, грубо говоря, после последнего облета сейчас объединяем семьи. Позже уже тоже тянуть некуда. Дальше уже будут нулевые и минусовые температуры. Вот пока небольшой плюс, пока еще погода позволяет, это можно сделать. Вот крайний случай. Вот эти две семьи будут объединяться в один корпус, абсолютно с глухой перегородкой. Поэтому ставлю шину между ними и сейчас буду ставить улей. Есть у меня такие уже ролики, неоднократно я их выпускал. Днище у них одинаковое, но все отсеки раздельные. Два линка, сплошная перегородка. Холстик я прикреплю, чтобы потом пчел лишний раз не беспокоить. Все, уже сразу же сделаем как положено. Холстик крепится с помощью скрепок. Иголок обычных канцелярских это вполне достаточно. А весной уже, когда семьи разовьются, рассадим их. Так, проверяем, чтобы холстик все закрывал. Ну а далее действуем аккуратно, но быстро. Тихо стараемся не шуметь. Точно так же поступаем по три, по две рамки. Ну сколько у вас руки берут. Главное, чтобы не уронить и пчелу. Пока что поспокоились. Сейчас положу подушку, холстиком закрою. Завтра уже уберу и подушку, и холстик. Хотя посмотрим, уже погода такая, что скоро и утепление везде буду класть. Хотя сейчас еще утепления никакого не было. В принципе, при пересадке один подмор остался. Ну тут три пчелы, конечно, ползают. И в этом улье точно такая же ситуация. Точно так же. Ну а уль, из которых пересаживали, конечно же, тут же нужно убрать. Ну вот эти две семьи просто будем объединять. Почему? Сейчас покажу. Вот это посильнее семейка. Пчелки есть, но тут четыре с половиной рамки, грубо говоря. К ней будем подсаживать. А вот это, вообще четыре рамки. И на двух только пчел я вижу. Не переживу, вот это однозначно. Тут только объединение. Перегородку сразу же в сторону. И с этого края будем праздник поставлять. Вот вся семья. Конечно, такая семья не переживет. Ничего я делать не буду. Все, никаких тут перегородок, газеток поставил. И на этом все. Ну а теперь уже будем потихонечку ждать, когда средняя температура ставит 0 градусов. Будем ложить холстики, утепление. Вот тогда им самое место. Но про это поговорим в следующем видеоролике. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Успехов вам и до новых встреч!